Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как из нашей одной из самых дешевых бюджетных аппаратур Flysky FS-i6 выдавить максимум возможностей, а именно перепрошить и превратить 6-канальную аппаратуру в полноценную 14-канальную аппаратуру с кучей всяких разных интересных примочек. Поехали! Итак, что нам для этого потребуется? Нам потребуется сама аппаратура, нам потребуется провод-переходник. В идеале, конечно же, вот такой. Это оригинальный переходник-провод от Flysky. Частенько идет в комплекте с самой аппаратурой, но если у вас его нет, то тогда вместо него, конкретно как и в моем случае, мы будем использовать вот такой вот CP2102. Конвертер, он называется TTL-USB-конвертер с вот таким вот удлинителем-переходничком в три провода. Сейчас я покажу, как все это дело будет подключаться. И компьютер. На компьютере мы будем скачивать прошивку и, соответственно, прошивать саму аппаратуру. Вот как выглядит сам конвертер. Такая вот маленькая платка с USB-портом и шестью контактами. DTR, RX-TX, 5 вольт, земля и 3,3 вольта. Значит, нам понадобится здесь три контакта. Это RX-TX и земля, граунд. Соответственно, берем наш переходничок, у которого будет три ножки и три контакта и подключаем все это дело сюда. Земля у нас будет черная. Так будет потом проще не запутаться. И пускай RX будет красным, а TX коричневым. И втыкаем его в аппаратуру. Дальше переходим к разъему, который у нас находится на задней стороне аппаратуры. TrainerPort. Распиновка у него такая. Ground, минус или земля. Это у нас вот этот вот круг по центру. А TX у него нижний левый коннектор. RX нижний правый коннектор. Соответственно, у нас RX был красный провод. Подключение идет от RX к TX и от TX к RX. Соответственно, наш RX мы сюда втыкаем в TX. Наш TX мы втыкаем сюда в RX. И землю цепляем где-нибудь по кругу. Черный провод. Выглядит это вот так. А перед тем, как подключиться к компьютеру, нам нужно перевести нашу аппаратуру в режим прошивки. Для этого мы зажимаем кнопочку OK. Выбираем System. Опускаем в самый низ. Выбираем обновление прошивки. Firmware Update. И вот он спрашивает, готовы ли вы подтвердить процесс начала прошивки. Жмем OK. После того, как мы нажмем OK, если у нас старая прошивка, то экран погаснет. Если нет, то останется в таком же положении, только будет написано готово для прошивки. Либо второй вариант. При выключенной аппаратуре оба триммера газа мы сводим одновременно к центру и включаем аппаратуру. При этом ничего не произойдет, но аппаратура уже находится в режиме прошивки. Следующим шагом мы подключаем наш USB-телеконвертер к компьютеру. Обязательно убедитесь, на какой COM-порт ему назначил компьютер. Для этого зайдите в диспетчер устройств и посмотрите. Порты COM и LTP. Вот он наш Silicon Labs CP210X. Это COM5. Это важно, потому что если у вас несколько COM-портов, то в процессе прошивки можете выбрать не то устройство. Дальше мы заходим на сайт github.com, где у нас лежат прошивки. Эту ссылочку на сайт я оставлю в описании, чтобы было проще зайти. И качаем последнюю прошивку. Это либо 176, либо 175. Скачиваем ее к себе на компьютер. Распаковываем. И в архиве мы можем увидеть две программки. Это для Linux и для Windows. И два файла прошивки. Нас будет, конечно же, интересовать файл прошивки для Windows. И здесь нужно тоже обратить внимание, что две прошивки. Одна идет с SVE, вторая идет без SVE. SVE это если вы добавили себе еще один дополнительный свитч. Есть такой SVE-мод. У вас появляется еще один тумблер. Но если у вас его нету, то берите прошивку без него. Запускаем программу. Программа предлагает нам выбрать, какую из двух прошивок. У меня SVE нет. Выбираем без SVE. Жмем Enter. Дальше она предлагает выбрать порт. Если у вас несколько портов, будет список, из которых вы можете выбрать свой порт. И дальше жмете Yes и прошиваете свою аппаратуру. Во время прошивки будет выбирать вот такое вот окошко с процентами. А когда прошивка завершится до конца, то аппаратура перезагрузится. И на этом все. Процесс прошивки завершен. Вот таким вот простым способом наша бюджетная аппаратура превращается в полноценную хорошую аппаратуру на 14 каналов. На самой аппаратуре у нас тумблеров всего на 10 каналов. Но при помощи еще дополнительных каналов можно настроить RSSi. Вот такие пироги. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. Заглядывайте в описании. Всем пока.